Чтобы вы понимали, насколько будет коронавирус, я маску только ношу в кармане. Чтобы посетителей уменьшилось. В раза три меньше, чем должно было быть. Мы решили узнать, как сейчас обстоят дела с посещаемостью на самой Тусовочной улице Минска. А можете нас тоже попросить, пожалуйста? Да, пожалуйста. Если покажут на онлайнере, я поставлю лайк. Пройдемся и узнаем мнение посетителей. Ребята, привет! Расскажите, что вы здесь делаете? Вы не боитесь коронавируса? Нет, конечно. А как же статистика? Более 41 тысячи заболевших? Честно сказать, допустим, да, он может и есть. Если иммунитет хороший, то вы не заболеете. За год, когда коронавирус есть, я не заболел. Значит, что хорошее? Скажу одно, что я обычный пацан. Я ищу себе девчонку, девушку. Мне хочется того объятия, того всего самого хорошего. Поэтому вы приходите сюда во время коронавируса? Нет, какой коронавирус? Я не знаю, что это коронавирус. Если суждено заразиться, то я заражусь. Я не боюсь. Тем более, я молодой. А за родителей не боитесь? Вот им приятно. Я беспокоюсь. Мои родители и учителя. Я всегда звоню и спрашиваю, как они? Удален не с нами. Мы живем не с родителями. Я бы сюда не пошла, если бы не судьба. Мы сидели все это время три месяца точно дома. Говорится, кто хочет заразиться, кто заразится, а кто не должен, тот не заразится. Да, это правильно. То есть коронавирус тусовкам не помеха? Нет, не помеха. Молодость берет свое. Верим то, что мы выживем. Я пью, я проспиртовываюсь, поэтому живее всех живых. Статистика умерших не пугает. Пугает, но я за позитив. В общем, если коротко, в этом баре такая концентрация молодежи, что кажется, коронавируса просто нет. Вирус – это такое дело, блин, ну, тебе не стоит загоняться на счет этого и все. Почему, расскажите? Потому что вирус не помеха для того, чтобы кайфовать, отдыхать. Во-первых, если сидят на карантине, они сидят дома, значит, что осталось здесь? Они жирнеют, едят еду, жирают эти фастфуды. Они это все делают, и они жирнеют из-за этого. Люди, которые сидят дома, потом говорят, и в институте такие, 8 килограмм. Ой, мама, что мне делать? Это же ты. Молчи, это я. У нас было больше месяца дистанционное обучение в колледже, мы все сидели в общагах. Просто уже надоело. Надо было полная изоляция людей. Но мы с этим запозднелись, поэтому уже… А почему люди сами не заботятся о своей самоизоляции? Ну, потому что у нас… Большинство населения безответственно об этом не думают, не думают, как потусить, как и мы, в принципе. Надо ли сейчас расслабляться больше или лучше сидеть где-то? Нет, лучше, конечно, сидеть. Но мы так не делаем. Если карантин есть, тогда мы не будем уходить. И все. Везде говорят, надо идти в баню и вот все, пить водку. Ну что, спускаемся еще в один бар? Я уже устала сидеть на карантине все это время. А статистика не пугает? Я как медик могу сказать, что, наверное, уже нет. Как-то я к этому привыкла. Скажем так, на работе мне ничего не дают. Мне в любом случае не дадут ни отпуск, ни варианта самоизоляции. Поскольку я работаю, скажем так, в силовых структурах. Там зараженных уже достаточное количество возможно. И этого никто не знает, потому что тесты почти не проводятся. Конечно, да, не спорю. Коронавирус опасная болезнь из-за того, что новая. Но при этом некоторые уже считают, что переболели. Вот лично я так считаю. Из огромного количества моих знакомых кто-то даже и заболел типа коронавирусом. Две недели повалялся дома с бока на бок. Все прошло и все поехал дальше. От рака легких умирает в тысячу раз больше людей, чем от этого коронавируса. Но бокерки стоят. Почему их не убирают? Кто-то умирает в 30 лет от коронавируса, а кто-то в 80 выздоравливает. А то, что тусовка тусуется, ребята молодцы, не боятся. Все мы ходим под Богом. Мы думали, это только молодежь такое мнение, но оказывается нет. Живешь один раз, один день. Ты не знаешь, что будет завтра, что будет послезавтра. Что будет через час. Послезавтра, сегодня. Пойдем, пойдем, мальчик мой. Ну что, мы обошли практически все бары на Зыбецкой. Что можно сказать? На улице людей не так много. Кажется, они все прячутся по помещениям. Потому что здесь ветрено и погода, собственно, не солнечная. Но даже несмотря на это молодежь выходит. И иногда кажется, что вируса, в принципе, никакого нет. Статистика Минздрава никого не пугает. Жизнь продолжается, хорошо это или нет. Делитесь в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчики. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok